Но кто сказал, что Магнитогорск это только город металла? Это еще и город греха и город пороков. Преступления здесь совершаются на каждом углу, и полиция с ними успешно борется. Оказывается, подпольным казино не обязательно находиться в труднодоступных местах. Обычный закрытый в кризис магазин в центре города превращается в место алчного досуга. Да не доходит до ума желающих легкой наживы правила. Они и есть нажива тех, кто владеет таким бизнесом. Мало того, все автоматы программируются на процент выигрыша. Но желающих пощекотать нервы не уменьшается. Таких на пол лицом, а затем разберемся, кто организатор, а кто гость. Кстати, кого такая перспектива радует, то еще и из наблюдений, так скажем, со стороны. Ну, чтобы понятно было, как это работает. Как работает схема выкачивания денег. Вот сколько, к примеру, загружается компьютер, в который вы типа вполне законно играете? Ну, минимум 2 минуты, да? А вот машинка для выкачивания денег. Мы рубильником выключили аппараты, включили и через секунду оплатите ваши денежки. Ну, какой же это развлекательный компьютер? Это бабкососущая машинка с встроенным аккумулятором в полной боевой готовности. Вот только бойцов в этом заведении им более увидеть не удастся. И далее этот престижный бутик, возможно, поменяет владельцев, потому как к прежнему у компетентных органов есть несколько вопросов, подтвержденных этой дивной ночной видеосъемкой. Съемки.